прежде чем начнется сегодняшнее видео я хотел бы поблагодарить всех кто написал комментарии пожелания к предыдущему ролику спасибо всем спасибо за за активность все прочитал несколько раз и наверное еще перечитаю на некоторые вопросы даже не знаю ответов значит пчелки будут пускай зима но этот улей нам позволит за ними наблюдать они еще летают это будет чуть позже даже зимой что-то про пчелок будет не покажу еще раз спасибо а сейчас мы едем в лес доброго здоровья на хутор к нам пришла ну и не только на хутор пришла осень причем очень красивая это тот момент или топора который называется золотая осень сухо солнечно листья почти все облетели дуб еще одеты в листву остался частично береза липы большие липы стоят уже без листвы мелкие липы еще немножко в листве а кстати за с ними вот на тех липках два гнезда есть видно тебе сегодня предлагаю к вам прогуляться по осеннему лесу но не просто не просто прогуляться вот походить здесь под деревьями не знаю возможно вам было бы интересно но мне нет у меня есть к вам предложение как мне кажется более интересное у нас есть здесь лес рядышком которого практически не ступала нога человека он был всегда заболоченный здесь туда не было никаких дорог не заездов не проездных дорог а сейчас там строят дорогу потому что никаких там посадок вырубок не было никогда сейчас туда строить дорогу довольно серьезную гравейку поэтому и разбита та дорога по которой я сюда добираюсь вы это часто видели свои в наших видео давайте съездим в лес тот в котором не ступала нога человека и то есть дороги там 2 1 уже более старая там а засвечивает молодец не над извините там одна более старая уже несколько лет и когда она проложилась было очень интересно потом прошло время пошли грибники пошли лесозаготовительная деятельность пошла и вот это и вот есть на и красот девственной красоты уже не осталось есть дорога новая которая строится в те места которые я когда-то лет 20 пытался туда заехать на мотоцикле нет 20 нет это мало может 25-30 я туда пытался заехать на мотоцикле и толком не доехал там еще одну были какие-то дороги направлении дорог не было были направлении сейчас прекрасная гравийная дорога сейчас мы туда съездим войдем лес и посмотрим на красоту осеннего девственного леса поехали ну вот сейчас мы находимся в лесу в котором пока сюда было не проложена вот эта дорога не ступала нога человека здесь доехать сюда с этой стороны а тем более с этой было невозможно потому что здесь были постоянные болота даже в засушливое время даже не болото здесь просто не было дорог вот можно обратить внимание на вот эти деревья поваленные сколько лет назад вот это все попадало здесь все лежит вот она она даже вот обратите внимание она уже спрела это дерево но его уже там нет если честно я вот такого не видел сам никогда детям я думаю моим вообще интересно ну и пройдем в лес меня всегда очень впечатляли вот такие места где никогда никого не было где вот эти деревья которые падали кстати вот там дуб по моему пойдем к нему сходим деревья которые падали ой чуть не упал как дерево вот они падали ну так давно довольно много видно стлевали вот это вот нетронутый лес но дуб здесь классный пошли в дубу сходим здесь судя по всему прошел бурелом деревья вывернуты с корнем даже вот такой полосой уже они плели а вот дуб который нас заинтересовал посмотрите на него размеры то есть не по толщине а по высоте практически нет веток ответлений что значит дерево которое выросло в лесу она тянется к солнцу к свету интересно прибор здесь что-нибудь показал бы на все металлы черные все попробуем но детки сказали попробуем ставим все металлы и не только не ради того чтобы что-то найти ради того чтобы проверить была здесь какая-то жизнедеятельность человека или нет ой идем к дубу в дубу раз дуб есть значит там о смотри какая там елка классная и там эти дупла видишь сейчас мы туда сходим тишина никакой жизнедеятельности человека здесь нету пойдем к елке там вроде бы есть два дупла посмотрим кто там живет а вот это наверно дуб вот как он вывернулся вот его корни да это дуб и вот какая у него была когда-то здесь яму он туда все это уже сгнила порохнела вот подойди с ними есть какой-то дупло здесь какой-то весь живет какая-то животина и отсюда тоже два а может это просто дятел долбил и выдалбил выдалбливал себе червячков может быть и такое вот эти деревья падали падали так далеко и до конца не упали вот эти уже видно ветки и побеги пошли прямо почему они пошли потому что деревья рядом упали и стало больше солнца и дала возможность пустить вот это побеги вот это скорее всего граб если я не ошибаюсь вот этот успел упасть и превратиться в порохнов а этот как-то не упал завис и растет до сих пор по грибы какие-то это было лопата ну короче тишина искать здесь нечего туда с ними так красиво что лежит искать здесь ничего вот здесь упала такая полянка старых деревьев и сразу дала порцель молодым деревьям ты все еще не снимаешь но ты даешь ну раз меня снимают надо чем-то эту прогулку закончить вот такие леса еще можно найти у нас белоруссии в западной белоруссии ближе к украине польше но жизнедеятельность человека идет и скоро здесь такой детственной красоты не останется ну что делать это это нормальное явление леса вырубают ну еще слава богу хотя бы их садят потом это слава богу уже неплохо мне как пчеловоду если какой-то лес вырубается рядом с моей пасекой ближайшие несколько лет я даже выигрыши там сразу засевается малина несколько лет цветет малина вроде бы как дальше уже конечно идет лес но не первые несколько лет что-то цветет на этом мы закончим нашу прогулку спонтанную пока всего хорошего и удачи а 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 вот пока у